Всем привет, с вами Долз, и сегодня я выполню очень сложный челлендж. Он заключается в том, что я, играется в Финляндию, должен выжить против Альянса Си, и коментарно не вступая ни в войны на Альянс, не считая своего. Но перед началом видео, советую подписаться на мой бусте, там скоро выйдет ещё одно видео про Финляндию. Что ж, идти я буду по ветке фашизма, так как сами понимаете, пойти сувы жить будет просто невозможно. Чтобы приходиться в фашизм, я решил пойти в гражданскую войну, так как это быстрее, да и в целом я захотел экшена с самого начала. Чтобы взявить гражданку, нам надо немного подождать и нарастить поддержку фашизма. Благодаря этому, у нас будет больше дивизий, чем противника, и мы можем легко выиграть. 1 декабря 36 года мы побеждаем демократов и вводим в стране тотальную диктатуру. Сразу же я решил повысить призыв, создать дофига дивизий, потому что их нам понадобится очень и очень много. Пралленно этому, я начал возводить линем энергейма и морские укрепления. В 37 году вассалим и аннексируем Швецию. Я забыл какой фокус встречает The Next, поэтому аннексировал только её. Благодаря Швеции, мы наращиваем экономику производства и получаем дофига дивизий. В 38 году нападаем на Норвегию и аннексируем её. Также продолжаем влиять на Прибалтику, чтобы они все вошли в наш альянс для отвлечения совка. После этого нападаем на Даню и делаем из него марионетку, чтобы Рекс забатился и напал на неё. Ведь с ученым же выжить против именно двух альянсов одиночку. Ну и теперь приступаем к самой войне. Я к ней особо не готовился, так как не ждал, что Рекс настолько рано пойдёт на сраную Данию. На Советском фронте всё идёт просто замечательно. В некоторых местах я даже начал пробивать его. И вдруг в моей голове возник некий план. Я захотел продвинуться к Петрозаводску и отрезать сельские войска в Карелии. После этого я хотел полностью выгнать их оттуда и стабилизировать фронт. Но мой мечтан не сожжено было сбиться. Также я начал штурмовать Ленинград, чтобы пробовать отрезать их там. Несмотря на зеленые колбочки, пробиться мне там всё-таки не удалось. Тем временем нас почти выбили из Дании, но это не беда, ведь мы просто можем встать в одну провку, и они хрен нас когда оттуда выбьют. Ну и пришло время высадок Советского Союза. Первую высадку он решил взять прямиком в столицу, а второй в город Турку. Если с первой высадкой я легко разобрался, то с второй высадкой возникли проблемы. Он загребился в городе, и выбить оттуда его было просто нереально. Нашему финскому командованию всё-таки пришлось оттуда отводить большую часть своих войск. Следующее поражение финнов уже было около города Мальмё. Итальянец сделал просто сочинейшую высадку под моими восками. Благодаря этому он закрепился на континенте, и дивок мне стало очень сильно не хватать. Ибо этого не хватало, Совет решил высадиться ещё и в Лапландии. Но там мне удалось закатлить ещё одну дивку, но другие всё-таки там закрепились. Благодаря тому, что я отвлекал до фига войск рейха, Бенида прослала Баню и чуть ли не Балгарию, но всё же итальянцы потихоньку двигают меня в Швеции. Тем временем Советский Союз окончательно обрёл доминирование в Балтийском море и начал делать бесконечные высадки. Летом 40-го года Итальянец полностью сломил нашу оборону, и мы решили отдать ему швейцую Норвегию. После этого началась битва социалистов, где мы к сожалению проиграли. Советский Союз привёл на Хессингское направление больше 80 дивизий, и держать такой натиск было просто нереально. В начале 41-го года мы капитулировали, и зло конечно же победило. Но перед окончанием видео давайте разберём те ошибки, которые я совершил закатку. Первое, это то, что я не аннексировал Норвегию по фокусам, и не получил необходимым производство дивизии. Вторая ошибка заключается в том, что мне всё-таки надо было больше держать дивизии на портах, и тупо держать совок, а не пытаться наступать на него. Ну или же вместо покрытия портов, я бы мог спокойно держать наступление Совка на Прибалтику, и получить пересосы в море. Ну и наконец третья ошибка заключается в даче Дании, я бы мог спокойно закрепить сваду в профках на доской Невинской границы, но я этого не сделал. Ну а теперь я вам покажу то, как я бронялся против Совка и Оси в виде таймлапса, и вы скажете, какие ошибки я совершил. Субтитры создавал DimaTorin Субтитры создавал DimaTorin Ну а я передаю защиту вам, своим подписчикам. Всем удачи и всем пока!